МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости дня в студии Полина Шорохова. В ближайшие 15 минут о главных событиях в Великом Новгороде области. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Экзамен на профпригодность. Выпускники мединститута прошли аккредитацию. Впереди ординатура или работа участковыми терапевтами. Социально важная стройка. В Панковке началось восстановление мансардного этажа. К сентябрю работы должны завершиться. С наступающим легким паром в Малой Вишере завершается ремонт парилки. Но к выходным строители не успеют. Поэтому веники жителям придется придержать до конца июля. С рабочим визитом в Новгородской области сегодня находится глава МЧС Владимир Пучков. Днем он посетил поселок Крестцык, где отчиняется ход восстановительных работ в подворьях, пострадавших от подтопления. Сейчас новгородские спасатели просушивают подвалы домов и помогают жителям с заготовкой дров. Сельчане пожаловались министру на гибель урожая. Владимир Пучков обещал им помочь и обеспечить к зиме гуманитарной помощью. Подробнее о визите главы МЧС в Новгородскую область мы расскажем в наших вечерних выпусках. А пока к другим темам. С сегодняшнего дня в России изменились правила перевозки детей в автомобилях. Детей от 7 до 12 лет на заднем сидении авто теперь можно возить и без специального кресла или бустера. Можно просто пристегнуть их штатными ремнями безопасности. Дошкалят по-прежнему обязательно нужно возить с использованием удерживающих средств. Это же касается и езды детей на переднем кресле. Вне зависимости от возраста рядом с водителем, ребенок должен ехать только в автокресле. За нарушение правил перевозки детей предусмотрен штраф в 3000 рублей. Также с сегодняшнего дня законодательно запрещено оставлять детей младше 7 лет в салоне автомобиля в одиночестве. Штраф за такое нарушение по всей стране 500 рублей. А в городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге он составляет 2500 рублей. Молодые медики, на днях получившие дипломы на ФГУ, сегодня прошли первое профессиональное испытание. Условия были максимально приближены к реальности. Результатом стал пропуск на первую ступеньку карьерной лестницы. Вероника Лебедева продолжит. Пять станций и пять медицинских задач, которые выпускники должны решить быстро и без эмоций. Оказать первую помощь человеку, потерявшему сознание, внутривенно ввести препарат, собрать анамнез у пациента. Все, что обязан уметь каждый врач, независимо от специализации. Это практическая часть испытаний. Также будущим медикам необходимо пройти тестирование и собеседование. И только при успешной сдаче всех этапов им выдадут свидетельство об аккредитации специалиста. Теперь без этого документа дальнейшего карьерного роста просто нет. После получения свидетельства об аккредитации они получают квалификацию врач-терапевт-участковый. И вот с этой квалификацией могут работать. Если они планируют получить другую специальность, после прохождения аккредитации они поступают в ординатуру, заканчивают ее в течение двух лет по своей специальности. И после этого опять проходят процедуру, но уже специализированной аккредитацией. Впрочем, пойти участковым в поликлинику решили единицы. Ватимат Шахабуддинова, например, мечтает стать хирургом-офтальмологом. Впереди у нее два года ординатуры в Москве. Конечно, при условии получения аккредитации. А потому к сегодняшним испытаниям девушка усердно готовилась. На самом деле было не страшно, немного волнительно. Не могу сказать, что это тяжело. Наверное, это самый простой этап. Это вот практические навыки. Просто подготовиться и сдать. Ничего сложного нет. Какая из пяти станций оказалась для тебя наиболее сложной? Может быть, экстренное оказание медицинской помощи, потому что времени мало, и это самая объемная станция. Пять станций в медицинском институте были оборудованы совсем недавно. Испытания проходили строго по регламенту и записывались на видео. А навыки студентов оценивали не преподаватели вуза, а специально приглашенные опытные практикующие врачи. В целом студенты хорошо себя показали. То есть, все сдают. Есть небольшие ошибки, но по большому счету, которые не должны повлиять на эффективность. И все благодаря хорошей подготовке. Такому количеству тренажеров, помогающих отработать манипуляции, могут позавидовать многие мединституты. Теперь впереди у ребят собеседование. Если кто-то испытания провалит, сможет попробовать свои силы еще раз. Вероника Лебедева, Олег Федоров, Новости, Новгородское областное телевидение. Строители приступили к восстановлению мансардного этажа, сгоревшего в мае, в поселке Панковка. К сентябрю работы должны быть завершены, а семьи, оставшиеся без крова, должны вернуться домой. Максим Широковских на месте выяснил, какими темпами идет эта стройка. Работы по капитальному ремонту мансарды стартовали в начале недели. К настоящему моменту строители уже разобрали и восстанавливают перегородки в санузлах. Частично придется заменить и стены между комнатами. Также вчера уже загрузили кирпич, можно будет его посмотреть новый, для укладки Бранмаура. То есть это большая такая перегородка, она нам рекомендована в целях пожарной безопасности. Она будет разделять дом на две половины. Один из важнейших этапов проекта – возведение новой кровли. Но начать строить крышу подрядчику мешают погодные условия – дожди и сильные ветры. Пока есть возможность подождать ясных дней. А чтобы не терять время, часть работников занимается обработкой деревянных конструкций огнезащитным составом. Мы всю кровлю разом вскрыть не можем, мы будем вскрывать ее участками. То есть будем смотреть по погодным условиям, определять размер участка, который будем снимать, удалять. И сразу же его накрывать, чтобы не получилось, что мы потом опять прольем жильцов, и все, что они сушили, это было все бесполезно. То есть будем максимально уходить от протечек. Сейчас ремонтом дома в Панковке занимаются 16 человек. Больше пока не требуется. Но со временем прибавятся и работы, и рук, выполняющих ее. Перед подрядчиком поставлены четкие сроки. Планируем и составлен у нас график выполнения работы до 1 сентября закончить устройство кровли, закончить монтаж инженерных сетей, капитальный ремонт, можно так сказать, и ремонт подъездов. То есть вот общее домовое имущество мы закончим 1 сентября. Напомним, проведение таких масштабных работ на мансардном этаже шестиэтажного дома в Панковке необходимость, вызванная последствиями пожара, случившегося ровно два месяца назад. В ночь на 13 мая за считанные минуты сгорело не только имущество более двух десятков человек, но и вся стропильная система вместе с покрытием. От 12 квартир остались только кирпичные стены. Указом исполняющего обязанности губернатора Андрея Никитина с 18 мая в Панковке был введен режим ЧАЭС. Это позволило выделить средства на восстановление этажа из резервного фонда Новгородской области. А пострадавшим от пожара выплатили материальную помощь. Из Новгородского района Максим Широковских, Олег Федоров. Новости. Новгородское областное телевидение. Еще один социально важный ремонт идет в Малой Вишере. Жительница города в прямом эфире пожаловалась временно исполняющему обязанности губернатор Новгородской области Андрею Никитину, что местная общественная баня не соответствует своему названию. Уже два года там работают только душевые. Срок местным коммунальщикам был поставлен до 15 июля. К этой дате парилка должна была заработать. Удастся ли маловишерцам попариться в ближайшие выходные, на месте выясняла Людмила Александрова. Население Малой Вишеры около 12 тысяч человек. Большинство из них живут в частных домах, как правило, со своими банями. Им, чтобы попариться, даже выходить за пределы собственного двора не нужно. Но такую роскошь могут себе позволить не все. Для тех, у кого своей личной бани нет, уже давно работает местная общественная. В 90-х отсюда выходили толпы чистых людей. Позже, когда здание перешло в частные руки, поток клиентуры уменьшался. Сейчас баня снова принадлежит муниципальному ЖКХ. В конце нулевых совместно с администрацией приняли решение баню газифицировать. Вопрос непростой. Нужно было уложиться в сроки и требования. Поэтому только в конце 16-го года проблема с водоснабжением и отоплением была решена, и в бане открыли душевые. Но в душевые пока все равно не особо люди ходят, потому что в душе помыться могут они и дома. Мне дело в том, что вы не правы, потому что у нас в городе есть неблагоустроенный фонд, и реально людям помыться негде. Соответственно, решение было социальное, чтобы людям была возможность где-то мыться. Второй вопрос, что не все любят душ. Кто-то даже, например, не любит парилку, но хочет вот просто скамеечки, бабушки, например, тазики. В итоге решили реконструировать всю баню целиком. К тому же каждый угол здесь давно уже требовал ремонта. Мы сделали потолок, положили новую плитку, подмазали стены. Сама по себе парная получилась небольшой, но уютной. Раньше здесь были голые стены, в которых зияли щели. Во время ремонта были убраны лишние окна, стены теперь обшиты вагонкой, и построена новая шахта с котлом. Да не простая. Механизм заказывали специально в Омске. Называется такая система «Жар-Горыныч». И своей хитро выдуманной технологией весьма отличается от привычной. Принцип в чем? Сам котел имеет такую форму конуса. Подача воды впрыск подается ручным способом на котел. Проходит чугунную загрузку, концентрируется в этой узкой части. Насыщается водопар, концентрация, и взрывается. И выходит через эти отверстия. Из-за того, что сама печь находится ниже уровня парилки, происходит воздухообмен. С помощью крышки люка даже можно регулировать степень влажности воздуха. И простая русская парилка может при желании превратиться в сауну. Или наоборот. На выходе из парилки банщиков ждет вот такая крутая деревянная лестница. Так что париться здесь придется аккуратно и умеренно. А то горячий воздух и температура могут вскружить голову любому на таких высоких ступенях. Доработанную сердцевину «Жар-Горыныч» обещают прислать уже завтра. Так что маловишерцы вяжите веники. В конце июля баню вместе с парилкой наконец обещают открыть. Из Малой Вишеры Людмила Александрова, Сергей Корнев. Новости. Новгородское областное телевидение. К этому часу все. Интересные информации вы можете поделиться по телефону нашей редакции 70-3003. Впереди реклама и прогноз погоды, развитие событий в наших вечерних выпусках. А я прощаюсь. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова